Мы сейчас находимся на площади свободы, одна из самых больших в Украине, решили прогуляться, сейчас к вечеру очень похолодало, температура упала, наверное, несколько градусов, 80, а может быть, минус 7 сейчас, не сколько, у нас 5, в общем, холодно. Так что мы сейчас проведем небольшую экскурсию, потому что мы замерзнем, вообще эта площадь, она шестая по величине в Европе, так что я сейчас не могу сильно показать, сейчас ставлю видео или фотографию, она в виде колбы. Вообще, вокруг этой площади находятся очень важные административные здания Харькова, отдельно потом про них снимем репортаж. Вот одно из них называется Держпром на украинском мове, на русском Газпром. Строился в 1928 году, строили его люди с помощью обычных тачек, там каких-то приспособлений, не было тогда такой здесь техники, когда только все начиналось. В общем, видео и фотографии сейчас вставлю и расскажу интересные факты о том, как строилось это огромное здание. Интересные факты о Газпроме. Символ конструктивизма. Первый небоскреб в СССР. Первое железобетонное сооружение. В войну тут спасались обезьяны и жирафы. Немцы так и не смогли его взорвать. Конечно, здесь мы уже давненько не были, потому что карантин. Стараемся часто в город не приезжать, но сегодня решили специально для вас вылипать. Выделили время. И там уже во время его свободной от учебы. Сейчас покажем, куда пойдем. Я сейчас еще поверну. Прямо в Газпроме. Как тебе впечатление, Линка? Доносец была? Если честно, то я боюсь сюда идти, потому что у меня учительница с музыкальной школой, работая в Газпроме. И поэтому я боюсь, что я ее встречу. Вы расстались на хорошей ночи или на не очень хорошей? Ну, я уходила со школы, ей это не понравилось, поэтому она не очень. Да, когда Нина уходила с музыкальной школы, видимо, учительница была не очень этому рада, потому что она делась, что Нина сделает музыкальную карьеру и прославится на весь мир. Но Нина оставила. Ее пока тут нету. Давай осмотримся. Вот мы уже приближаемся, хочу показать. А, летом здесь фонтан действует еще. Но сейчас он, конечно, будет действовать. Сейчас покажу. Округлое такое. Не знаю, видно, не видно. Еще интересный момент. Площадь Свободы начинается вон там. Ну, отсюда даже не видно. И разница в высоте наклона с улицы Сумской до Газпрома 11 метров. Мне придется писать на все, что мы говорим, с субтитрами. Поэтому... Вечером город преображается. Здесь вообще очень большое движение, много студентов. И приятно здесь прогуляться. То есть именно в центре города, в Харькове, очень следят за чистотой. В принципе, можно сказать, никаких нет ни бумажек, ни мусора. Поэтому вот постепенно будем показывать вам разные места Харькова. Начнем вот с площади Свободы. К сожалению, сейчас уже разобрали каток. Был очень красивый каток. Я сейчас ставлю видео, когда мы успели еще здесь побывать, когда был каток. А сейчас его уже разобрали. Готовится к весне, которая уже пришла, но ее нет. Потому что на улицу мороз. Вся площадь вымощена брусчаткой. Ну что, идем прямо на площадь. Пересекаем ее. Вот этот отель. Симпатично смотрится. Вообще здесь очень ежутно. Мне здесь всегда нравилось. Так, машина есть, бегать, куда хотите. Но по сети надо забирать с огонёшкой. Да, мы специально выделили время сегодня. Вот, на это работа. Да, оказывается, не вся площадь вымощена брусчатка. Вот, прям под нами начинается рентешина с вами. Да, мы идем в украинской части, кстати, друзья. Мы любим экстрим. На самом деле мы не видели, когда нужно перейти дорогу. Я хочу перейти дорогу. А, тут и машины не часто ездят. Пошли. Пошли, все будет нормально. Машин нет. Есть машина, но мы быстро перейдем. Пошли. Нет, нормально, мы успеваем. Попотелка в университете Каразинского. Да, здесь находят ещё одно очень важное здание. Университет именно Каразина. Нравится? Круто. Да. Мы идем по пешеходу. Отель Глаза подлиже, чуть-чуть, кстати, там. Ну что? Вот университет Каразина. Не знаю, видно. Давай поднимемся, да, по ступенькам. Поднимемся наверх. Учиться в Каразина очень сложно. Там очень серьёзная подготовка. У меня мои одноклассницы туда поступали. Поступила только одна. И училась она тогда 6 дней в неделю в этом университете. Если поступить или поступить, то поступают туда в университете. Да, поступают точно не все. Там большой отбор. И вот название университета. В принципе, ближе, наверное, нет смысла подходить. Подписано Каразинский университет. Замёрзла, нет? Да. Такое. Кстати, вот метро. Мы шли в метро. Мы просто очень замёрзли. Не так сразу получилось приехать. Нужно было заехать, забрать книгу для обучения у учеников. Я заказала, в общем, получилось забрать. Но пока мы доехали сюда, мы уже изрядно замёрзли. Немножечко записали вам. Нина явно сегодня подмёрзла и хочет домой отдохнуть, да? Ну, и всё, мы тогда. Сейчас ещё чуть-чуть снимаем. Куда это ученич? Сейчас сниму название. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а сейчас смысла нет переходить на университет? Сразу сядем на зелёную или не на спортивные перейдём? Давай. А то сейчас перейдём, но можно прийти и доеду, по-моему, перейти. Главное нам куда-то перейти. Хоть, слушай, надо маску одеть, да? Подержите? Ну, всё, вот крепко. Угу. Получается. Всё, всё, всё. Поворачиваю налево. Человек разговаривает в углу почему-то. Ему там уютно, наверное. Людей всегда очень много на таких присадочных станциях. Как и везде, в принципе, в любых городах. Угу. Нам сейчас направо. Так, налево нет. А, есть посадка. И направо, и слава, и направо. Куда, да? Да, да, да. Там никого нет. Что тебе независимо не выходит. Да, пойдите. Всё. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.